В 2002 году с благословения Рязанской епархии на территории главного управления МЧС России по Рязанской области построили и осветили часовню в честь иконы Божьей Матери Неопалимая Купина. В музее ГУ МЧС хранится камень с горы Синай из Египта, где по преданию пророк Моисей видел Неопалимую Купину горящий, но не сгорающий куст, прообраз Божьей Матери. На камне отпечатались листья куста Неопалимой Купины. Сегодня на богослужении собрались сотрудники из различных подразделений главного управления МЧС России по Рязанской области, пожарные, спасатели, инспекторы ГИМС, представители регионального отделения ВДПО. Поскольку испокон веков пожар становился настоящим бедствием для народа, эта икона являлась одной из наиболее чтимых святынь. На протяжении нескольких лет уже стала традицией ежегодно главным управлением МЧС России по Рязанской области проводить торжественные мероприятия в честь иконы Неопалимого Купина. Протеерей Игорь совершил молебен, во время которого возглашались особые молитвы и прошения за тех, кто посвятил свою жизнь делу защиты людей от огня, спасению, а также пожертвовал собой во благо других. Во время молебна были сказаны молитвы в память о погибшем при исполнении служебного долга главе МЧС России Евгении Николаевича Зиничеве. Ваша профессия, она остается очень актуальной, очень важной для нас. Вы служите народу, вы служите людям, вы рискуете своей жизнью. Примером этого является последняя трагедия, которая случилась. Ну, скажем, трагедия, конечно, понятно, каждый человек очень важен для Бога. Но гибель генерала Зиничева. Он действительно как воин Христов отдал, как в Евангелии сказано, нет больше той любви, когда человек отдаст душу своего за ближнего своего. И действительно, он мог бы там отсидеться в кабинете, в кресле, в комфортных условиях, но он всегда был там, где опасность. После молебны наградили сотрудников за усердие, пропаганду и отличия в службе. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».